Ребята, всем привет, вы на канале Семен на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь, если еще этого не делали. Я сегодня приглашаю вас в выпуск, который будет посвящен рум-туру. Это первое жилье, которое мы сняли в нашем новом сезоне, просто на одну ночь, и я хочу просто с вами поделиться, что задается в Лоу. Давайте начинать. Следующую остановку мы планируем сделать в Лоу, до Лоу нам ехать 11 километров, и это просто вот такие вот, ребята, пробки. Ну посмотрим, нам ночевать нужно где-то. Поспать. Поспать, да, устали, и в палатке сейчас очень не вариант, потому что вечера еще, ну, какие-то прохладные, может быть здесь так, поэтому погнали. Прикиньте, полчаса без изменений, вот такая вот штуковина у нас. Вообще, просто стоим мертвы, я не знаю, что там они делают, может быть как-то пускают там, сначала одному, потом второму, но вот смысл в том-то, что вот реально полчаса вот так вот. Уже дети уже устали, да, пацаны, устали? Пожалуйста. Ну все, немножко потерпите, мы почти доехали. Еще самое, что интересно, что оплатился через букинг жилье на одну ночь, оплата прошла, бронирование подтвердилось. Сейчас вроде с отелем связался, сейчас, короче, жду от него звонка, он сейчас скажет подтвердилось, нет. Короче, интересная вещь. Ну что, спустя хрен знает сколько времени мы наконец-то заезжаем в Лоу. И теперь наша задача, самая главная, идти нам в ночлег, где жить. С букингом ничего не порешали, там в отеле сказали, что нас заселить туда не смогут. Короче, жесть какая-то, не знаю. Ладно, это буду уже, наверное, решать завтра утром. Все. Мы добрались, заселились, за горе пополам. Пойдемте номер посмотрим. Итак, смысл в чем? Мы искали себе жилье тупо на одну ночь, нам нужно просто было переночевать. Есть определенные критерии, по которым мы выбирали данное жилье, и я расскажу о них чуть позже. Мы, естественно, зашли на букинг, мы пользуемся букингом всегда, и это прям такой надежный партнер в путешествиях. Кстати, наша ссылочка, по которой вы можете выгодно забронировать себе жилье, находится в описании. Переходите и бронируйте. Так вот, мы начали искать себе жилье, бюджет мы рассматривали, чем меньше, тем лучше. И начали смотреть, самый оптимальный, который подошел нам по вариантам, как минимум по состоянию номера, расположения, ремонту. Мы его и выбрали, забронировали, прошла оплата, номер стоил всего лишь 770 рублей. Букинг дальше начал грузиться, и деньги списались. И хлопс, ошибка выдается. Вот это да. И все, получается, брони нет. Мы едем, уже время очень поздно. Там написано, что у них до 10 заселения, время уже было что-то минут 20, 10 вечера. В итоге, через интернет, мы находим контактный номер этого отеля. Я туда звоню, начинаю разговаривать с этим человеком. И он мне говорит, нет, у нас ничего не было, но вы приезжайте, мы его заселим. В итоге, он потом через минут 20 перезванивает и говорит, что мы не сможем вас заселить, у нас администратор уехал. Я такой, нифига себе, а что, говорю, нам делать? Он говорит, я вам сейчас контакт скину с соседнего дома, это наши друзья туда-сюда, у них остановитесь. Я их предупредил уже. Типа, а у них будет стоить чуть это подороже, я цену вам скажу чуть позже, поэтому досматривайте. Я говорю, ну ладно. Все, мы сюда приехали. Хозяйка, ну как хозяйка, администратор гостеприимный, как бы сразу расположила. Я зашел быстро, посмотрел номер и все как бы сходу. Во, он, кстати, нормальные обои, как бы все нормик, и значит можно переночевать. Все спустился за детьми и мы заехали, а теперь давайте я вам покажу, что из себя представляет данный номер. У нас из окна открывается вид на вот эти горы. Течет река, и вот наш гостевой, в общем, дом, где мы остановились. Вот у нас окна как раз сюда выходят. Ночью был такой хор рягушек, они до сих пор вот квакают. А ночью была вообще капец, нам даже пришлось окна закрыть, включить кондей, потому что очень и очень громко. На территории гостевого дома парковки нету. Ну, там под одну машину буквально. И мы оставили машину вот здесь вот на полянке. Я сейчас с вами проделаю номер, хочу вам показать, как выглядит номер. Взяли с Темкой на скину кружку. Здесь есть кухня. Взяли щетки, кашу овсяную и в гостевое планшет, потому что вообще не понимаю, как там работает телевизор. Мы можем включить, чтобы они немножко хоть посмотрели. Вот такая территория отеля. Здесь есть мангальчик, ну как отель гостевого номера, гостевого дома. Тут включается по вечеру водопад. И вот она пошла лестница. У них на втором этаже вообще эконом номера, а на третьем этаже лухари. Ну, шутка, конечно, это не лухари. Ну, просто нормальный ремонт. Сейчас, подожди, я посмотрю, там чайник есть. Это кухня у них со столиками. Тихо, тихо, Тюма. Так. Такой коридор. Мы включим, но папа разрешил хорошие бутики, посмотрите. И все, я сейчас вас приглашаю в рум-тур. В общем, тут есть шкаф. Мое место блогера здесь заряжаются. Мы сразу все гаджеты, я вечером все поставил на зарядку. Смонтировал уже для вас видеоролик. Меня вообще удивило в этом номере, что нет ни стола, ни стульев. Поэтому мне пришлось вот отсюда вырвать тумбочку, чтобы себе организовать хоть какое-то рабочее место. Телевизор. Мы так и вообще не разобрались, как он включается. Тут вот этот какой-то модем непонятный. Тысяча миллион проводов. В общем, взяли с Тюмиком планшет, чтобы они немножко посмотрели мульты. Кровать. Белье чистое. Все пахнет, в принципе, свежее. Но, конечно, пыльновато в номере. Вот панорамное такое остекление, значит. Что-то держится за прищепки. Из окна у нас открывается вид на соседей. Вот на эту гору и на мост, где мы с вами были. А с другой стороны открывается вид на полицейский участок. И еще на соседей. Свалка покрытия. Ну, короче, мы вообще вечером, ночью когда заезжали, точнее сюда, вообще даже не знали, что за район, куда мы едем. Нужно было где-то прислонить голову. В общем, две тумбы, холодильника в номере нету. Там общая кухня, я уже сказал, Настенька, которая пошла сейчас завтра готовить. Широкая кровать. И самое главное, что туалет не какой-то там общий, да, а то, что он находится в номере. Ванна, душ, раковина, зеркало, унитаз. Ну, здесь так более-менее полотенце. Прикиньте, они не выдают полотенце. Я к ним подошел, говорю, а полотенце? Они говорят, а мы не выдаем. Ну, ладно, говорит, я вам дам одно. О, прикиньте, дали одно. С пятном каким-то. Ну, чистое было. Вот такой вот, ребята, номер. Я, конечно, не знаю. Вообще, вы знаете, когда мы хотели заселиться, нам интересен был номер исключительно одной ночи, чтобы просто вот сейчас переночевать, потому что мы ехали поздно, вы сами видели. И все. Единственный из критерий, который был, что, конечно, чтобы был нормальный ремонт и туалет с душем были у нас в номере, не общие. И, конечно, минимально по бюджету, потому что смысл платить там какие-то там 2-3 тысячи за хорошие там какие-то номера, чтобы просто поспать и утром уже отсюда выехать. Куча было вариантов. Мы, значит, то, что я вам изначально рассказывал, не прошло бронирование. Вот. В итоге на посвятоведы мы сюда приехали, заселились. Но самое, что интересно, этот номер стоит 900 рублей. 900. И вот вы теперь подумайте, если вот вы снимаете такой номер для отдыха. Во-первых, район вообще непонятный. А во-вторых, тут даже нет стола. Как вот элементарно чай в номере попить и там где, где посидеть, сидеть негде. И этот номер, он вообще не рассчитан. Он вот, правда, вот он рассчитан исключительно, вот как мы просто приехали очень поздно, легли, переночевали, утром встали, возможно, позавтракали и уехали. Все. Вообще, все, мы выселяемся. Сейчас хочу показать вам еще округу, что здесь есть. Пойдем? Пойдемте. Ну что, вот мы вышли из гостевого дома. Вот он полицейский участок. Ночью заезжали, я вообще попутал, думаю, что такая свалка, колеса. Парни, достаньте от кошечки. Видите, и с этой стороны тоже. Вообще, ночью заезжаешь, нет никакого понимания, куда, что. Даже нет возможности оценить. Дай руку, Родион. Родион, дай руку. Руку дай мне. Руги еще, руги еще. Вот такая здесь, получается, территория. Как ориентир, улица Прохладная. Дом 7. Разина 22А. Мусорка. Вот, то есть, если сейчас пойти налево, то можно как раз будет упереться в пляж. Но там есть спасательная, это МЧС, кафе. Так, и вот тут есть магазин сетевой. Магнит, Артем, отходи. Отходи, машина едет. Все. Вот, и пошла улочка, которая, собственно, и приведет к морю. Мы только что завтракали, Родион. Я хочу плачать. Вот, ребята, вот такая часть поселочка. Пока мои зашли купить булочек, я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал. Дальше больше, дальше интереснее. Все-таки это новый сезон. Краснодар наизнанку. Делайте репосты в свои социальные сети. Это очень-очень помогает в развитии канала. Ну и, конечно, забывайте писать комментарии. Всех обнял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok